Сегодня Дмитрий Азаров провел встречу с депутатами Государственной Думы от Самарской области. Обсуждали в частности бюджет региона на будущий год, приоритетные проекты и социальные льготы. Сколько миллионов будет привлечено на строительство новых школ, какой важный объект появится в Тольятти и что будет с объединенными вузами. А во всем по порядку. Георгий Федоров. Строительство школ, дорог и жилья, модернизация поликлиник, поддержка сельского хозяйства. Сегодня Самарская область участвует более чем в 40 госпрограммах. От работы депутатов федерального парламента во многом зависит размер их софинансирования. Открывая встречу с представителями Госдумы от Самарской области, Дмитрий Азаров поблагодарил народных избранников за эффективное лоббирование интересов губернии и обозначил цели на 2018 год. Любую сферу можно взять и дорожного строительства, и строительство моста, например, и школ, и детских садов. По всем направлениям участия депутатов в отделении федеральных средств трудно переоценить. Конечно, крайне важно, чтобы эта работа в последующем также имела системный характер. Целый ряд вопросов требует решения буквально до конца года, в том числе в рамках принимаемых мер по корректировке бюджета региона. Тем более важно нам грамотно и точно выбрать приоритеты для участия в программах. Понимая те задачи, которые ставит перед нами население, мы сможем грамотно распорядиться имеющимися возможностями, теми возможностями, которые в том числе дает нам сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в рамках заявленных новых проектов. Депутат Леонид Симановский рассказал о средствах, которые привлекаются на реализацию социально значимых проектов. На строительство Фрунзенского моста уже получено порядка 400 миллионов рублей. Общее финансирование около миллиарда. Глава региона сказал, что мост не должен превратиться в долгострой. В 2018 году продолжится возведение школ. Российским регионам на это выделяется 25 миллиардов рублей. Без 25 миллиардов и 458 долларов, мы считаем, что это на самом деле достаточно неплохо. Сегодня в бюджете на Самарскую область по городу Тарьянки дописано по клинику на тысячи посещений. Значит, там 325 миллионов на следующий год и 250 миллионов на девизнадцатый год. Также сохраняются все федеральные субвенции, субсидии на выплаты многодетным семьям, переселения из аварийного жилья и другие программы. Руководитель области напомнил, что в 2018 году порядок предоставления федеральных средств регионам изменится. Еще больший акцент будет сделан на обсуждении и согласовании приоритетных проектов с жителями. От властей всех уровней требуется реальная работа, а не отписки, подчеркнул Дмитрий Азаров. Сегодня принесли на подпись письмо, ответ президенту, пожаловали президента, где там написано, знаете, подключить человека к водоснабжению не представляется возможным. Готовит министр, ответ президенту. Мне кажется, что некоторая просто потеря реальности произошла в некоторых министерствах. Я думаю, мы вместе с вами поправим то, что нужно в плане дисциплины и ответственности, в этом нет никаких сомнений. Депутат от фракции КПРФ Леонид Калашников предложил пересмотреть ряд решений прежнего руководства области. В частности, объединение вузов, изменение механизма соцподдержки и реформу МСУ. По каждому направлению работы, принятых ранее решений, нам нужно очень внимательно посмотреть эффекты и оценить плюсы и минусы. Принимать решения популистки мы с вами не собираемся. Надежда Колесникова рассказала о резонансной проблеме в Октябрьском районе Самары. Предложила наладить более плотное взаимодействие депутатов с главой области по решению острых вопросов на конкретных территориях. Я хочу обозначить, что закрыта 46-я школа из-за военной ситуации. 700 человек детей, они сейчас выведены из школы. Надо до конца сейчас решать вопрос, как они будут размещаться в достаточно длительное время, в течение трех дней. Дмитрий Азаров поручил создать оперативную группу по решению проблемы. Также он выразил готовность регулярно встречаться с депутатами Госдумы во время их рабочих недель в регионе, обсуждать наиболее актуальные вопросы, поступающие к ним от жителей. Георгий Федоров, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.